привет дорогие добро пожаловать в рубрику мини проповедей сегодня хочу осветить очень быстро интересную мысль почему бог поступает абсолютно по-разному с людьми ведь если честно задуматься почему к одним как будто снисхождение до какие-то открытые двери и мы наблюдаем большое количество людей которые как бы просят бога молят бога иногда годами и ничего не происходит вы знаете у меня в определенный сезон хождения с богом был тот же самый вопрос я задался этим вопросом но вот почему я вот вижу моих сверстников людей которые с которыми мы там к примеру библейскую школу окончили почему них благословение и я понимаю есть время где нужно подождать а есть вот вот реально кого-то почему вот идет как такого рода даже несправедливости многие люди вы знаете мы работаем на энкаунтрах с освобождением многих людей прям без шуток обида на бога вот реально обида на бога и когда начинаешь работать с человеком по анкете то получается что люди просили надеялись верили и ничего не произошло и давайте очень быстренько сегодня насчет этого поговорим и так меня всегда интересовал именно этот вопрос почему бог поступает по-разному если закон один правило одни благодать 1 почему бог поступает со всеми не поступает со всеми как бы одинаково да ты подошел попросил отец небесный отец как сыну как бы тебе ответил и помог да если задуматься то почему бог абсолютно по-разному относится до ко всем кто может кто-то может сказать что бог несправедлив но мы Мы абсолютно понимаем, что такого быть не может. Это значит, это не что-то Бог не доделал. Это значит, мы как будто не понимаем отношение Бога к нам. И мне нужно было задуматься. И мне Бог начал тогда открывать вот эту всю серию тем о сыновстве и о том, кто такой сын. И вы знаете, сейчас существует легкомысленное понятие, что вот да, все сыновья. Позвольте возразить, не все могут быть сыновьями. Поймите, мы не говорим сейчас о спасении, мы не говорим сейчас даже о помазании. Есть люди спасенные, помазанные и даже делающие что-то для царства. Но категория сыновей – это абсолютно другая категория, потому что сыновья имеют не только титул. На сыновьях есть реальная ответственность – нести царство, говорить о царстве, то есть быть на задании царя. Объясняю. Вы знаете, когда, я помню, был у меня такой момент, где я обижался на Бога и говорил Господь, вот почему, я же твой сын, я же твой сын. И Бог мне просто задал, говорит, да, я люблю тебя, но действительно ли ты совпадаешь с тем термином, который ты называешь сын? И он мне попросил посмотреть на мои взаимоотношения с моим сыном. Он говорит, вот сейчас твой сын в твоем доме. Какие на нем ответственности? Я говорю, на нем ответственности, когда я его что-то попрошу, он должен это сделать, он обязан это сделать. Когда я что-то ему скажу, не нужно это делать, на нем ответственность слушать меня и не делать это. То есть он в моем доме, он возрастает, он в абсолютной, да, он в моей любви и благодати, но он в абсолютном послушании. И Бог говорит, ну вот смотри, если, может ли любой человек сейчас зайти в твой дом и стать сыном? Я говорю, нет, то есть сын это совершенно другая категория, то есть он должен быть рожден, он должен быть в доме, он должен войти в мою любовь, в мое послушание. И Бог говорит, а так ли ты поступаешь со мной? И вы знаете, там я задумался, я еще тогда был довольно таким молодым как бы пастором. Да, у меня дети тогда еще маленькие были, сейчас дети взрослые. И я тогда еще так задумался, думаю, гля, как интересно. И меня реально, вот эта мысль просто меня накрыла. Я говорю, действительно, у сына есть ответственность делать то, что отец говорит. Иначе ты не можешь называться в реальности сыном. Итак, вот этот первый фактор, когда мы говорим, почему Бог не дает якобы что-то. Вопрос очень простой. И совпадаешь ли ты с тем заветом сына, который ты заключал? Потому что он работает в обе стороны. Если ты говоришь, ты мой отец, и ты что-то ждешь от него, то это значит, он, будучи отцом, и ты называешься сыном, он что-то очень серьезно ждет от тебя. Естественно, мы понимаем это все по возрасту, Бог от нас ожидает определенные действия по возрасту. Но тем не менее, сын имеет ответственность. Нету безалаберных сыновей, иначе это не сыновья, это просто какие-то бездомные дети, хулиганы. Другими словами, когда я смотрю на моего сына, он живет в моем доме, под моей структурой, в моей любви, благодати, в послушании мне. То есть иначе, а иначе, ну зачем ему быть? И я абсолютно понимаю, что есть разные моменты, но поймите сам вот этот момент, вот эту глубину этой мысли. Почему Бог абсолютно по-разному относится к людям? Итак, давайте сегодня просто погрузимся в эту мысль. Очень быстренько, не буду долго занимать ваше время. Итак, когда мы смотрим на Давида, почему Давиду спускались вещи, очень уникальные вещи. Смотрим на царя Саула, ему не спускалось, якобы не сильно там как бы и грех был, просто не дождался пророка и принес жертву сам. И здесь Бог как будто сорвался на него. Ты смотришь, ну тут Давиду прощается грех за грехом, преступление за преступлением, уникальные вещи. И здесь абсолютно, Бог абсолютно по-другому относится к Саулу. А здесь, дорогие, включается совершенно другой закон. И сейчас об этом поговорим. В какую позицию, первый вопрос, вот самый первый вопрос, с чего Бог начал со мной говорить. Он говорит, сын, в какую позицию ты поставил меня? Кто я для тебя? Если я для тебя отец, где послушание мне? Если я для тебя действительно являюсь спасителем, с которым ты в завете, где подчинение моей миссии, подчинение тому, что я хочу достичь на этой земле, как я хочу строить это царство. Вы знаете, мы, христиане, очень легкомысленно относимся и не понимаем вообще вот этой самой темы сыновства. Мы думаем, что ну да, я спас, а теперь живу своей жизнью. Но вот теперь и живи своей жизнью. Ты не являешься частью. Ты спасен, сразу предупреждаю, ты спасен. Ты, может быть, даже имеешь талант и что-то даже, может, отчасти делаешь. Но это абсолютно не говорит о том, что ты сын, живущий в доме отца. Это совершенно другая категория. Это совершенно другая позиция. И я не хочу никого сильно разочаровывать, но хочу дать понимание, что, пожалуйста, не ставь себя в позицию сына и не ожидай бенефиты сына, если ты не совпадаешь, или ты непослушный, или ты не являешься частью работы Бога. Посмотрите, ведь мы же все говорим, Дух Святой ведет нас в то, чтобы стать подобным Иисусу Христу. Посмотрите, как сын вел себя по отношению небесного отца. Вот вам пример. Далеко не надо уходить. Вот Иисус Христос, ходящий по земле, он настолько совпадал позиции сына. Он говорит, не моя воля, но твоя. Ни что я хочу, что ты. Ничего не сделаю, если не увижу отца творящего. Другими словами, вы все знаете Библию, семья. Иисус Христос, пройдитесь по макету сыновства, который нам Иисус преподал как урок. Какими сыновьями нам быть? Это абсолютное послушание. Знаете, почему Иисус мог полностью тотально рассчитывать на небесного отца, на славу, на чудеса? Потому что он полностью ходил в послушании. Если мы не ходим в послушании, опять мы все зреем с вами. Поймите, я вас благословляю, я знаю, дорогие, все мы с вами в разном возрасте, но сын есть сын, раб есть раб, наемник есть наемник и сирота есть сирота. Но сын это абсолютно другая категория. И у нас вот эти четыре категории в церкви сейчас очень сильно развиты. Вот эти сироты, наемники, то есть вот эти все люди, которые делают что-то от себя или что-то делают для Бога из-за выгоды. Другие сироты, им даже деньги не нужны, они лишь бы вот быть спасенным, близко около Бога, вот у порога дома. То есть вот эта позиция сироты, хотя бы чуть-чуть, да? Итак, какую позицию ты поставил Бога? Вопрос первый. Из какой позиции ты живешь? Вот из какой позиции ты живешь? Ты живешь своей жизнью, делаешь свои решения, делаешь, что ты хочешь, как ты хочешь. То есть и потом ты рассчитываешь на завет с Богом. А вы знаете, что так не работает? Работает только в обе стороны. Если ты хочешь, чтобы отец что-то делал для тебя, потому что сейчас нет закона, закон убран, закон сравнивал всех. Сейчас благодать, а благодать основана не на делах, а на взаимоотношениях. Ага, повторю, благодать основана не на делах. И поэтому, что бы мы ни делали, да, как бы Бог, это не является первым, на что Бог обращает внимание. Благодать основана на взаимоотношениях. А заметьте, какие взаимоотношения у сына с отцом, какие взаимоотношения у Иисуса с небесным отцом. Это уникальные взаимоотношения, насколько все по-другому сейчас выглядит. Итак, из какой позиции ты живешь? Потому что старший брат в доме хоть и считался сыном, но он не был сыном. У него был титул «ты сын». Мой отец даже удивлился, говорит «ты мой сын». И он ему говорит «все мое твое». Но почему старший сын ничего не имел? Вот можете представить, старший сын в доме ничего не имел? Потому что отец был несправедлив? Нет. Потому что он поставил себя в позицию, из которой он относился к своему отцу вот так. И он поставил отца не в позицию отца, а в позицию работодателя. И себя поставил не в позицию сына, а в позицию раба и наемника. И из этой позиции раба он претензии предъявлял своему отцу «ты мне даже козленочка не дал повеселиться с моими несколькими друзьями». Что это значит? И отец был удивлен «сын мой, все мое твое, какой козленочек, все стадо твое, иди бери, любое, что угодно». Но он это не делал. Почему? Потому что он считал себя недостойным, потому что сам себя поставил в позицию. Итак, первое – это сыновство. Если ты что-то требуешь, то там работа из завета. Второе – в какую позицию ты поставил себя, и с такой позицией Бог с тобой работает. Заметьте, что Библия говорит, каким судом судишь, таким судим и будешь. Другими словами, вот все, что ты делаешь, оно разворачивается и к тебе возвращается. То есть, помните, когда он раздавал таланты, 5, 2, 1, и один закопал этот талант. Доколе не пришел назад хозяин и потребовал отчета за те вещи, за те таланты, которые он дал. И тот пришел, сказал, вот 5, вот 5, и прибрал. Другой прибрал. И помните, что последний сказал? Он говорит, вот тебе твое. Ты собираешь, где не сел. Другими словами, ты несправедливый, я ничего не собираюсь, я даже не употребил, я зарыл и просто тебе это отдам. И заметьте, как хозяин с ним поступил. Здесь мудрость. Он с ним поступил из той позиции, в которую он его и поставил. И он сказал, а, это я несправедливый, а теперь возьмите, то есть и поступите с ним именно так, как он решил в своем сознании, кем я являюсь. То есть, заметьте, дорогие, что Бог справедлив, некоторые люди, Бог несправедлив, вот, 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 Бог абсолютно справедлив по отношению позиции, в которую ты поставил его и ты поставил себя. А теперь задумайся, если ты сын, когда последний раз ты был в глубинах атмосферы Бога и он тебя открывал? Некоторые люди говорят, а как быть сыном? Ты должен пребывать на территории и в славе Бога, чтобы слышать голос отца. Некоторые даже не находятся в атмосфере, не говоря о том, что они что-то слушают, потому что в реальности, если ты не пребываешь в его славе, если ты не молишься, если ты не основан на слове Бога, если ты действительно не имеешь с ним настоящих взаимоотношений, любви, почета, чести, уважения, преклонения, почтения небесного отца. Если у тебя нет вот этого, если у тебя нет вот этой тайной комнаты, опять же, мы все говорим, что тайная комната это не физическое место, семья это Эдем, который, в который Бог тебя возвращает. Он тебя возвращает во взаимоотношения. У Бога все построено на взаимоотношениях. У него абсолютно все справедливо на отношениях, которые ты построил с ним. Вот какие отношения, такие и действия. Еще раз повторю, какие отношения? Он с тобой поступает и действует по отношению тебя ровно настолько, насколько ты поставил его, насколько ты послушен его слову, царству и его работе. Поэтому, если мы называем себя сыновьями, на сыновьях железная ответственность, нести миссию Бога. Опять говорю, посмотрите, например, Христа. Он не просто говорил, я сын, а ну пойду я что-нибудь делать буду. Он, у него шаг влево, шаг вправо, абсолютно был прописан небесным отцом. Ты хочешь быть таким сыном? Тогда ты имеешь полное право рассчитывать на бенефиты сыновства, на благословение, на славу, на чудеса, на огонь, на пробуждение, на жизнь, на мудрость. Ты имеешь абсолютное право, потому что ты абсолютно принадлежишь и послушен небесному отцу. Вот почему в Царстве Небесном послушание самый важный фактор и самый огромный грех – это непослушание, которое приравнивается к колдовству, если вы знаете, о чем я говорю. Итак, я буду потихонечку закругляться. Его отношения и его обещания к нам абсолютно базируются на платформе семейных взаимоотношений. Как только ты понял, что ты сын, здесь должно включиться полностью, что значит сын. Вот сядьте, дорогие, я бросаю вам обладать, сядьте и посмотрите на своих детей. Если они непослушные, вы совершенно себя ведете с ними по-другому. То есть я абсолютно знаю, у нас дети проходили все уровни – младенец, подросток, молодой, потом совершеннолетний, потом уже взрослый. И вы знаете, что самое интересное, что на всех уровнях у меня, как у отца, есть абсолютные требования к моему сыну и к моей дочери. Абсолютные. То есть и сейчас задумайся, если он твой сын, если ты его сын, где почтение к отцу, если ты его дочь, где послушание царю, если ты действительно хочешь, чтобы небо и слава протекало в твою жизнь, сколько ты проводишь в атмосфере, чтобы слышать, что говорит Небесный Отец. Потому что в повседневной жизни ты слышать не будешь. Вот почему дьявол крадет молитву. Потому что в молитве ты видишь и слышишь Небесного Отец, тебе открыта Его воля. И вот когда ты в Его славе, тебе открыта Его воля. И здесь включается послушание, и именно там включаются всеми бенефиты семьи дорогие. Итак, я надеюсь, вы что-то взяли для себя. Итак, сейчас внимательно задумайся, в какую позицию ты поставил Бога, в какой позиции находишься ты. И я даю гарантию, ты имеешь ровно столько, сколько твой завет с Богом позволяет. На той платформе, на которой ты поставил себя и Бога, именно на той платформе Бог и базирует свое взаимоотношение с тобой. Благословения, дорогие. Увидимся в следующем уроке. Пока.